Итак, сейчас мне хотелось бы предложить самое что ни на есть общий обзор с высоты птичьего полета, если хотите, по теме, которой посвящен отдельный курс роста и развития человека. Но преподаю я его, исходя из понимания, что некоторое представление о детском развитии у вас уже есть, поэтому я скорее обучаю вас клиническому мышлению, нежели разжевываю для вас разнообразные нюансы, в развитии ребёнка. Но здесь важно понимать вот что. С кем бы вы ни работали, ваш клиент находится на определённом этапе развития, который следует учитывать и анализировать, оценивать. Допустим, ваш клиент — мужчина моего возраста, который задаётся вопросами типа «А чего я добился в этой жизни?» «Может, ничего я не добился?» Его это удручает. И вы уже понимаете, к чему он ведёт. Так ведь? Ему сейчас непросто. Он переоценивает свою жизнь и делится своими переживаниями. Это такой этап в развитии, когда человек переосмысливает, пересматривает своё восприятие. Так вот, вам, в числе прочего, необходимо понять, какова особенность его развития в настоящий момент. И трудность в работе с детьми, особенно с подростками, заключается в том, что они демонстрируют признаки самых разных периодов развития. Перед вами может быть 14-летний мальчик с практически полноценной бородой, выглядеть на все 25, но дома, по словам мамы, играть в игрушечные машинки и забираться к ней на колени, чтобы пообниматься. Он ведёт себя, как 6-летний мальчик, говорит мать. Вот такое несоответствие. Личность 15-летнего подростка сложна сама по себе. И при этом, если сравнить его с другим ребёнком, то тот будет совершенно иным. Так что подростковый возраст в развитии особенно сложен. Разобраться здесь непросто и, тем не менее, необходимо. Нужно вспомнить, чего в этом возрасте следует ожидать, что для него типично и что нетипично. Плюс, да, культурная принадлежность. Всё это в разы усложняет дело. И ещё, порой мамы в церкви делятся с моей супругой своими переживаниями, типа, моему уже 4,5, скоро летом уже будет 5, а он до сих пор ходит в подгузники и на горшок не ходит. Меня это пугает. Что, он в детский сад в подгузники пойдёт? Да не волнуйтесь, вы объясняем, для мальчика это вариант нормы. Это ещё даже не отклонение, но мама уже начинает впадать в беспокойство и панику, потому что её первый ребёнок, девочка, умела пользоваться горшком уже в год и 4 месяца. Правда. В своём развитии девочки могут опережать мальчиков ни много ни мало на 2 года. И это правда. Да-да, вперёд, девчонки. Джастин говорит, и так, в принципе, по жизни. Мальчики нагоняют их к середине, к концу подросткового возраста. А до этого времени могут существенно отставать. Так что, если у женщины сначала родилась дочь, и потом сын, и она их сравнивает, то нередко реакция такова, «Боже милостивый, что не так с этим парнем? Туповат он, что ли?» Итак, если ваш клиент ребёнок, вы оцениваете его физиологическое развитие, соответствует ли оно норме, или есть какие-то отклонения, каков процент аномалии, оценивайте его когнитивное развитие, особенности мышления, упорядочивание окружающей действительности, то есть адаптации к ней, стадии развития интеллекта по пиаже, как проходит аккомодация и ассимиляция. Далее, темперамент. Каковы врождённые черты, влияющие на его характер? Легко ли его успокоить? Трудный ли это ребёнок? Все дети разные. Если ребёнок страдает коликами, его не просто успокоить, а это влияет и на маму, на её отношения с малышом, на их эмоциональную связь. Далее, оцените его моторную активность. Кто-то из мальчишек будет спокойно сидеть на кушетке, а кто-то нет. С маленькими детьми в кабинете обычно не работают, так как он для этого не приспособлен. Ребёнок там чувствует себя не в своей тарелке. Подросткам и взрослым в нём комфортно, а детям нет, поэтому комната для игровой терапии существует у нас не просто так. Итак, моторное поведение. Начинайте анализировать его уже в приёмной, и зрительный контакт, и тому подобные вещи. Далее, аффект. В психологии его необходимо отличать от настроения. Настроение — это некое устойчивое чувство, а аффект — это то, как, насколько в данный момент я контролирую своё настроение и влияю на ситуацию. Давайте попробуем увидеть это на примере. Представим, что я нахожусь в подавленном состоянии, чисто гипотетически. Но вы об этом не догадаетесь, потому что мой аффект — эутимия. Я жизнерадостен, весел и оживлён. Подавленным я не выгляжу. Это регулирует аффект, поскольку я хочу влиять на ситуацию по своему усмотрению. И мы делаем это даже во время терапии. Мы сдерживаем себя, не показываем полный спектр эмоций. Мы говорим, что нам грустно, но на самом деле готовы расплакаться. Признаёмся, что нам страшно, но волю своим эмоциям не даём. Другое дело — ограничивать эмоции, выдавая только одну или две из них. Чаще всего это делают мальчики и парни. У них всё трансформируется в гнев. Они не выражают грусть или страх или что-то ещё. Таким образом, аффект ограничивает настроение, потому что грустить нельзя или тяжело. У психически больных людей, людей на ранней стадии деменции, наблюдается эмоциональная лоббильность, притуплённость, отчуждённость. Они переживают эмоцию, но лицо её никак не выражает. Оно выглядит безжизненным. Далее. Манера общения клиента. Элайза, например, всё время молчала. Наблюдается ли речевой набор или резонёрство. Подобные вещи следует проанализировать. Традиционно выделяют два широких подхода к теориям развития, или даже так, к теориям развития проблем. Это модель драйва или влечения и модель дефицита. Первая модель — фрейдовская. Согласно ей, в структуре психики есть ИД, как совокупность инстинктивных влечений, есть суперэго, сверхъя, как набор социальных требований, норм и запретов, и эго, то есть я, которое преобразует энергию влечения в нечто социально приемлемое. Возьмём, к примеру, Эдипов комплекс. Эдип влюблён в свою мать и хочет, чтобы она всецело принадлежала ему. Он желает на ней жениться и, соответственно, избавиться от отца. Дескать, ты, папа, уходи, мужа, маме буду я. Но вот он вырастает и понимает, что это неправильно. Подобные отношения и поведение расстраивают отца со всеми вытекающими. В конце концов, эго находит способ урегулировать конфликт между желаниями Иды, запретами суперэго и предлагает. А почему бы тебе не жениться на девушке, похожей на маму? Давай-ка поищем ту, которая будет так или иначе её напоминать. Вот такая модель устранения конфликта. Защитные механизмы в данной модели могут действовать весьма эффективно. Можно даже сказать, что когда юноша начинает подыскивать девушку, похожую на мать, ибо жениться на матери нормы морали в нашем обществе не позволяют, он проявляет нормальную, здоровую адаптационную реакцию. Таким образом, рассматривая защитные механизмы в ходе первичной оценки, необходимо понять, какие из них являются здоровыми и функциональными, а какие нет. Что служит доброй цели, а что — дурной. Топографический аспект. В психике Фрейд выделял сферы сознательного и бессознательного и говорил, что в 90% случаев в нашем поведении управляют бессознательные импульсы. На основании этого Фрейд выделял три сферы — сознание, предсознание и бессознательное, и три структуры — ид, эго и суперэго. Такова модель конфликта. Модель или теория дефицита по сути представляет собой модель Эриксона. Каждый человек проходит в жизни разные возрастные этапы, которые в процессе развития требуют решения определённых задач. И если чего-то не хватает, в чём-то возникает дефицит, например, в доверии окружающему нас миру и людям, чувство недоверия проникает дальше и в другие сферы жизни и оказывает на них своё влияние. Таким образом, данная модель предполагает достижение формирования определённых способностей на определённых этапах развития для того, чтобы жизнь складывалась благополучно. Теория Пиажей — это теория интеллектуального развития ребёнка. Пиажей описывает, как на разных стадиях у ребёнка складывается представление о мире, как он упорядочивает окружающую действительность и адаптируется к ней. В отношении трёх названных исследователей любопытно то, что их исследования не являются строгонаучными. Вы об этом знаете, да? Пиажей изучал своих детей вместе со своей женой, и его теория основана на результатах их наблюдений. Пиажей проделал серьёзную работу, описав имеющие место процессы ассимиляции и аккомодации, посредством которых происходит адаптация к окружающему миру. Что же касается Эриксона, то здесь интересно вот что. Об этом я рассказываю в курсе, посвящённом росту и развитию человека, но сейчас, наверное, стоит ещё раз об этом вспомнить. У Эриксона не было учёной степени, у него не было дипломов ни бакалавра, ни магистра, ни доктора. Медицинского образования он тоже не имел, и его история складывалась так. Он был единственным сыном у матери, которая воспитывала его в одиночку. А затем она вышла замуж за врача-педиатра, который был евреем и в то же время жил в Германии. Эрик был высоким голубоглазым блондином, но рос среди евреев, поэтому испытывал трудности с ассимиляцией и адаптацией. Он не чувствовал, что вписывается в ту среду, в которой находится. Но идентичность свою он ощущал. Позже Эриксон выяснил, что его родной отец был датчанином. Через некоторое время он переехал в США и чуть позже сменил фамилию с Хомбургер на Эриксон. В Америке он изучал психоанализ в школе, основанной Анной Фрейд. Влияние психоанализа на теорию Эриксона увидеть нетрудно, но во многом эта теория зиждется на его личном жизненном опыте. Когда будете с ней знакомиться, вы это увидите. Вам известна история Фрейда. Вы знаете, какими были его взаимоотношения с матерью. Об этом мы будем говорить на курсе по семье и браку. Здесь все в принципе резонно и логично. Зигмунд был самым младшим из детей, и мать его буквально боготворила, называла «золотым Зиги». Мать Фрейда была лет на 20, если не на 22, младше мужа. Надо сказать, что жили они практически обособленно друг от друга. Выстроить отношения у них не получалось. Зигмунд очень привязался к матери, она к нему. И если описывать эту ситуацию в терминах системного подхода, то в семье в некотором роде образовался нездоровый треугольник. Маргарет Маллер, специалист по теории объектных отношений, в рамках этой теории работали также Мелани Кляйн и Дональд Винникот. Так вот, Маргарет Маллер высказала мысль, что в первый месяц жизни ребёнка соответствует аутической фазе. Позже Маллер отказалась от теории существования этой фазы. Следующую фазу она называла симбиотической. Это состояние некоего симбиоза с матерью. В этот период ребёнок воспринимает себя и мать как единое целое. От неё он пока себя не отделяет. То есть дифференциации не в том смысле, в котором этот термин использует Боуин, а в понимании Маллер пока нет. Ребёнок ещё не отделяет, не отличает себя от матери. Это происходит несколько позже, когда ребёнок становится более активным и покидает границы единства с матерью, будто бы она его правая рука. В результате исследования младенцев у Дэниела Стерна возникает определённого рода сомнение в наличии в их развитии симбиотической фазы, фазы своего рода слияния матери и ребёнка. Он считает, что уже на самом раннем этапе жизни ребёнок видит себя отдельно от окружающих его людей. Свою отдельность от остального мира он осознаёт в процессе практики самостоятельной деятельности. За этим очень здорово наблюдать. Если бы здесь был Элайжа, хотя он уже немного старше, то он бы отошёл от папы, сделал что-нибудь, а потом посмотрел бы на него, чтобы увидеть папину реакцию. Папа реагирует, и в зависимости от этой реакции малыш продолжает или прекращает делать то, что делал. Так он исследует мир вокруг себя. Да, он отделяет себя от родителя, но то и дело сверяется с родителем. В психологии это называется социальной референцией. Малер считает, что на данном этапе у ребёнка ещё нет стабильной когнитивной репрезентации объекта. Именно поэтому, когда на них выпрыгивает кукла из коробки, это вызывает настоящий восторг. Ты нажимаешь на неё, снова прячешь в коробку, а малыш хихикает, не понимая, что происходит. Ты думаешь, что кукла исчезла, но как только он разбирается, что к чему, восторг пропадает, потому что становится ясно, куда девается кукла-клоун, например. Она же там, в коробке, под крышкой, а значит, крышку можно открыть, и он снова выскочит. Так ребёнок начинает понимать, что объект всё ещё существует, даже если взрослый спрятал его за спину. Кстати, именно поэтому детям так весело играть в прятки. Но и воссоединение. Ребёнок продолжает практиковать свою автономность. Но вместе с тем его отношения с матерью можно описать как «тяни толкай». Ты мне нужна, ты мне не нужна. Я к тебе прижмусь, уходи. Такое происходит примерно в 3-4-летнем возрасте, а потом в подростковом, когда жизненный опыт ребёнка расширяется. Мам, высади меня подальше. Зачем? А почему нет? А уже через полчаса звонок по телефону и жалобный голос. Мамочка, пожалуйста, приезжай прямо сейчас и забери меня отсюда. Да, думаешь, минуту назад я ему была не нужна, а вот сейчас он без меня прямо-таки жить не может. Вот такое примерно происходит во время фазового соединения. Теперь несколько слов о Боре Бронфранд-Бреннере. На мой взгляд, крайне важно рассуждать системно и с учётом контекста. Я глубоко убеждён, что и контекст, и системы имеют значение. И вот вам классический пример. Вот вы получили новую работу, начали работать, и вдруг понимаете, что попали в нездоровую, непереносимую рабочую атмосферу. Начальник контролирует каждый шаг, унижает сотрудников, грубит и так далее и тому подобное. Это сказывается на вас эмоционально. То есть мезосистема и экзосистема могут быть для человека отравляющими, вредоносными, токсичными. Если говорить о микросистеме, то она включает в себя человека и его семью, например. В более крупные системы могут входить другие родственники, церковная община, рабочие коллективы и так далее, вплоть до принадлежности к нации и народу. Все эти системы способны оказывать на нас влияние. Кстати, если вы помните, когда Трамп был избран на пост президента, некоторые люди на макроуровне рыдали, что теперь будет с Америкой. Они страшно расстроились. Ко мне даже за психологической помощью обращались. Кому-то было реально страшно. Мы держимся, жизнь продолжается. Насколько всё благополучно, тут можно спорить. Но всё же. Таким образом, анализировать положение дел необходимо на каждом из этих уровней. Применительно к развитию ребёнка, как было сказано выше, это может выглядеть так. Вот перед нами семилетка, родители которого разводятся. Это значит, что на ребёнка повлияют события, происходящие на микроуровне. Или другой пример. Отец теряет работу и в связи с этим впадает в депрессию. Это тоже фактор влияния. В фокусе внимания — взаимодействие человека с окружающей его средой. Хронологическая система учитывает события, происходящие в тот или иной момент времени, которые способны на нас повлиять. Такие как 11 сентября. В предыдущие системы они не входят, но оказывают на них воздействие, даже на макросистемы. Или что-то, что имеет более непосредственное отношение конкретной семьи. Например, смерть собаки. Собаки, которая была рядом с ребёнком всю его жизнь. Помню, как почил наш любимец Метис Бордер-Колли и Лабрадора. Его пришлось усыпить. Началось обширное внутреннее кровотечение. Жуткая картина. Так вот, когда мы с женой и сыном, которому сейчас 21, отправились в клинику, сын принял это очень близко к сердцу. И вдруг до меня дошло. Сколько он помнит себя, столько он знает эту собаку. Мы её завели, когда ему было 3 года. У нас даже фотографии есть, где они сидят вместе в вольере. Забрался туда к нему и всё. Дай, думаю, сфотографирую когда-нибудь. Потом посмеёмся. Я его честно в вольер не помещал, он сам. А то подумайте ещё, что доктор Бьорги запирает своих детей в собачьем вольере. Нет, нет. Так вот, это событие, конечно, на нём сказалось на микроуровне. Кстати, сын до сих пор считает, что это самая лучшая собака в мире. Неудивительно, они ведь выросли вместе. Мэтт, не могли бы вы перечислить все эти системы ещё раз? Микросистема — это семья ребёнка, его ближайшие родственники. То есть вы и те, с кем вы живёте. Мезосистему следует определить. Это как бы следующий круг общения человека. Например, более дальние родственники. Это более крупная система. Другой пример — рабочий коллектив, коллеги, с которыми вы взаимодействуете более близко. Следующий шаг — район проживания. Если вы живёте в Дирфилде, это Дирфилд с его школами, где, возможно, учатся ваши дети. Макросистема подразумевает ещё более широкий масштаб. Это целый народ, нация. Ну и хроносистема. Она включает в себя происходящие в разные периоды времени события, которые оказывают на человека своё влияние, будь то смерть родного человека или какое-то другое важное в жизни событие. Главная же мысль в том, что всё это на нас влияет. Всё происходящее на всех перечисленных уровнях. Продолжаем. Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандура. В её основе идея о влиянии на личность социальной среды. Благодаря такому взаимодействию и взаимному влиянию человек, формируя среду, формируется сам. У кого из вас есть старшие братья и сёстры? Погодите, давайте-ка я перефразирую вопрос. Кто из вас в родительской семье подопытный... Ой, простите, старший ребёнок? Ага, и вы тоже экспериментальный образец? Понятно. Любопытно, что младшие дети... А вы младшие, да? Пристально наблюдают за старшими. Их ошибок стараются не повторять. Дескать, так, за это ему влетело. Беру себе на заметку. Значит, если повторять, то лучше втихаря, ну или, по крайней мере, не так откровенно. А может, и вообще не стоит. Это и есть формирование на основании примера путём наблюдения, скажем, за отцом. Как и что он делает, которое влияет на когнитивное развитие ребёнка и его поведение в социальной среде. Джон Болби исследовал привязанность. Мой интерес к теме формирования привязанности, душевной, эмоциональной связи с возрастом и по мере приобретения профессионального опыта возрастал и углублялся. Я всё больше и больше изумлялся тому, насколько человек служит отражением образа Божьего. Он, пребывающий в постоянном общении, для общения, для отношений, создал и нас с вами. Мы подобны ему и созданы для вертикальных отношений с ним, и горизонтальных друг с другом. Особенно поражают эмоциональные последствия нарушения этих отношений в любом из измерений. Эмоции, сопровождающие опыт отношений, становятся для меня картой, микроскопом, дающим представление о том, как вы в них себя чувствуете, как эти отношения переживаете. Для меня отношения органично взаимосвязаны. Проблема в одном вызывает проблемы в другом, и моя задача — восстановить необходимые взаимосвязи и тем самым обеспечить человеку психологическое, эмоциональное благополучие. Болби выделяет несколько стилей привязанности. Два основных — безопасная привязанность и небезопасная привязанность. О подтипах небезопасной привязанности можно спорить, но автор, в частности, говорит о беспокоенной или тревожной и, с другой стороны, отстраненной или избегающей привязанности. В последнем случае человек избегает близких отношений. Это своего рода способ преодоления беспокойства и страха отвержения. Лучше и вовсе никому не привязываться. Тревожная привязанность часто проявляется чрезмерным контролем. Почему ты мне не позвонил? Я тебе что, безразлично, где ты был? Таким людям всё надо знать. И если для их второй половины характерен избегающий тип привязанности, то это их просто сводит с ума. Можно также говорить об амбивалентной или дезорганизованной привязанности по принципу «стой там, иди сюда». Говорит Болби о том, как человек обретает ощущение безопасности и что такое тревога разлуки. Скажите, ваша Лайжа иногда испытывает беспокойство из-за разлуки с родителями, да? Да, и в полтора года это нормально. Куда ты идёшь, а ты вернёшься? Кто эти люди, я их не знаю. В лице родителей ребёнок как бы утрачивает безопасную гавань, надёжное убежище. И если говорить о близости, доступности, то ребёнок может находиться в соседней комнате и при этом вопить папочка или мамочка. «Ты там? Я здесь!» «Пожалуйста, не уходи!» Итак, изучение и развитие требует наблюдений. В следующий раз мы более подробно поговорим об оценке, проведении диагностического интервью или оценочного собеседования. Но существенную часть вашей работы будут, безусловно, составлять наблюдения, причём с первой минуты знакомства с клиентом. Вы должны отмечать для себя, как человек входит в кабинет, поддерживает ли он зрительный контакт, каким образом это делает, меняется ли что-то от недели к неделе. Оценка предполагает проведение интервью и с самим человеком, и с его ближайшим окружением, близкими, значимыми для него людьми. Но и в вашем распоряжении разнообразные диагностические инструменты, такие как тесты, проблемные сферы. Здесь представлены широкие области, в которых могут возникать проблемы. Среди них — рост и развитие. Человек в той или иной форме отстаёт от принятой нормы. Реакции на общение. Подаёт ли реплики. Реагирует ли на мои высказывания. Если взять, к примеру, ребёнка, страдающего аутизмом, то он, как правило, не стремится к общению с окружающими, не ищен знакомству со сверстниками и предпочитает одиночество. Бывает, десять ребят играют во что-то, а он один сам по себе, занят каким-то собственным делом и в общении не заинтересован. Далее пищевые привычки и проблемы. Их различные формы. Об этом мы тоже будем говорить. Делить элиминация, сон. В ходе курса мы рассмотрим проблему расстройства сна, общение, голосовая коммуникация, реакции на незнакомых людей и окружающую обстановку. Важно усвоить, что всё вышеперечисленное будет проявляться наглядно и варьировать в зависимости от возраста. Так, в плане элиминации и пользования горшком в отношении девочек и мальчиков в определённом возрасте могут быть разные ожидания. Какие-то мальчики умеют пользоваться туалетом уже в три года, а какие-то научаются делать это в четыре с половиной. И беспокойство у родителей это вызывать не должно. Просто здесь всё немного сложнее. Далее, психопатологические факторы, они могут быть связаны с развитием или генетикой. Генетические аспекты тоже могут играть свою роль. Факторы среды связаны с семьёй и воспитанием. Какова обстановка в семье, что происходит в доме? Неотъемлемая составляющая этого. Родители, но не только они, на мой взгляд, огромную роль и влияние на ребёнка с примерно пятилетнего возраста до пубертата, потом в средней школе и, возможно, даже в начале старшей, оказывают такой фактор, как буллинг или травля. Если в школе ребёнок проводит шесть часов в день, пять дней в неделю и не чувствует себя там в безопасности, только представьте, как он должно быть от этого страдает. У него может быть прекрасная семья, чудесная родитель, но школа станет настоящим воспитанием. Но и эмоциональные, поведенческие сильные, слабые стороны. Как ребёнок регулирует свои эмоции? Вполне возможно, перед вами десятилетка, который падает на спину, как двухлетка, и начинает истерику из разряда «не хочу идти спать». В десятилетнем возрасте это проблема. Десятилетки обычно протестуют так «Пап, да я не хочу спать, я вообще не устал». А вот полутора-двухлетки, те, да, те вполне могут и на полу повопить. От них это можно ожидать. Далее мы поговорим об общем подходе к терапии, рассмотрим основные психопатологические проблемы, возникающие у детей и подростков, и методы лечения некоторых из этих расстройств. Таковы вопросы для рассмотрения. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok